Две с половиной тысячи ребят, шесть творческих направлений и одна площадка. В Московском дворце пионеров на Воробьёвых горах открывают международный детский культурный форум. Изначально форум запускался как международный. И нам очень приятно, что количество стран растёт, что вместе с Россией с нами 14 стран, в том числе страны БРИКС. Одна из делегаций – театральная труппа из Китая. В России участники форума – впервые. Очень необычно видеть, что столько представителей разных стран собрались в одном месте. Я такого раньше не видела. Здесь мне хотелось бы узнать больше про другие культуры, искусство и пообщаться с новыми людьми. Из Кубы в российскую столицу приехала музыкально-танцевальная группа. В нашей стране танец – это способ выражения чувств, это свобода движения. Для меня танец – это всё. Это то, что изменило мою жизнь и позволяет чувствовать себя свободным. Мы познакомились с ребятами из Кубы. Было очень интересно с ним поболтать. Конечно, это так интересно познакомиться ещё с ребятами из Китайцами. Мы поговорили. Очень круто с ним было пообщаться, спросить, как им тут. Музыка, литература, журналистика, хореография, кино, изобразительное и цирковое искусство. Мастер-классы и лекции для ребят проводят опытные наставники. Поскольку здесь представлены все творческие направления, всё, что хочешь, вполне возможно, кто-то заинтересуется и другим творческим направлением. Если всё творческое, он может найти себя ещё и в другом. В программе, кроме образовательной части, есть и концертная. На главной сцене выступает ансамбль песни и пляски имени Локтева. Вообще музыка, танец – это вообще интернациональное понятие, интернациональная вещь, которая ясна и понятна всем. Ключевое событие форума – конкурс детских проектов в сфере культуры и искусства. Победители получат возможность реализовать свои идеи при поддержке правительства России.